уже очень скоро максимум через неделю начнется цветение виноградника и вот за три-четыре дня до начала цветения самое время провести опрыскивание обработку от болезней и вредителей конечно же не забываем проводить подвязку удаление пасынков удаление слабых побегов то есть проводить весь комплекс зеленых мероприятий давайте я вам напомню сейчас какие препараты можно использовать при профилактических обработках от мильдиоидиума от различных листогрызущих таких как раздевая листоверт как примеру которая часто повреждает цветущие соцветия на винограднике от мильдио можно использовать акробат mc ридомил голд танос шавит вот он у меня это шавит просто это расфасовка из большой расфасован было в мелкие вот такие пакетики небольшие из профессиональной упаковки двухкилограммовый и так акробат акробат mc ридомил голд шавит танос и другие препараты вам всегда подскажут садово-огороднических магазинах от аидиума можно использовать здесь у меня их нет от аидиума потому что я работаю в основном микробиологическими препаратами от аидиума можно применять использовать топаз топистопсин м тилд 250 фалькон а также очень хорошо пользоваться вот я рекомендую полисульфид натрия это жидкое удобрение и в то же время это фунгицид он прекрасно борется на основе серы он прекрасно борется с аидиумом и с клещами винограда также для борьбы с листогрызущими и с листовой то есть гроздевой листовертка я использую вот матч можно пользоваться би 58 и другими инсектицидами это обработка вот с инсектицидами обязательно перед цветением обязательно она то есть от мильдио аидиума и от вредителей это от болезней это от вредителей также не забываем пользоваться удобрениями я пользуюсь плантофолом плантофол или вот как в некоторых некоторые расфасовки его по-другому еще называют плантатор это легко растворимое удобрение которое наносится по листу опрыскиванием по листу его можно добавить сюда же в баковую смесь удобрений то есть баковую смесь фунгицидов также я вот использую я достаю его не ставлю на солнце вот гуапсин и трихофит это я вот рассказываю для тех кто пользуется химическими средствами защиты я работаю микробиологическими средствами защиты гуапсин трихофит вот я как видите они прижаты видите это для того чтобы выдавить лишний кислород из бутылки при отсутствии кислорода не меньше окисляются трихофит и гуапсин и лучше сохраняется срок хранения их полгода норма расхода 200 грамм на 10 литров воды это тоже прекрасный биопрепарат биофунгицид а также стимулятор роста и не забываем пользоваться байкалом м1 но их эти конечно биопрепараты нужно использовать отдельно от химических ну вот примерно вот так вот небольшой экскурс для того чтобы вы смогли без проблем провести профилактическую обработку от болезней и вредителей перед цветением следующее после окончания цветения дней через 10 через две недели после вот этого опрыскивания успехов вам и удачи хороших урожаев это наша первая черешня а